Здравствуйте, друзья! В эфире Живое Радио. И сегодня стартует наша новая прямоэфирная передача, которая будет называться «Флэт». А на флэту у нас сегодня ансамбль «Ландыши». Здравствуйте, Ландыши! Привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну давайте, играйте песню, мы пока еще подстроим что-нибудь. Седовласый мужчина за рулем «Жигуля» Без весомой причины переехал меня Горевал я недолго И на следующий день Мне мужчина на Волге Вдруг продлил билютий А сирень душиста, всюду воздух чистый, хорошо, когда светет сирень Я не унываю, потому что в мае день длиннее, чем вчерашний день Моя бабка упала с колокольни во враг Вся деревня рыдала, а я ржал как дурак Вороной мне достался по наследству конек Но нелепо скончался, угодив под каток А сирень душиста, всюду воздух чистый, хорошо, когда светет сирень Я не унываю, потому что в мае день длиннее, чем вчерашний день Спасибо Довольно веселые, я смотрю, у вас песни Называйте, ребята, представьтесь тогда в прямом эфире Кто же такие песни веселые поет? Не понял сейчас вопрос Только что он нас там представил Это я представил, как называется ваш ансамбль, а теперь давайте поименно Пою песни я, меня зовут Денис Всем приятно Дима и Антон, соответственно, гитара и бас-гитара Антон слева Антон слева с бас-гитары Наши слушатели смогут посмотреть потом это, когда будут видео ряд оценивать Это будет потом А за микрофонами ведущие передачи Здравствуйте, ландыши Почему такие веселые песни, можете нам сказать? Ведь время уже позднее, дети и люди спят Ну Не боитесь ли вы не дать кому-то поспать? Ну песни-то не детские То есть отвести детей от радиоприемника? Кстати, возможно, ненормативная лексика еще А когда она будет? Но она не то что возможно, она гарантированна А предупреждать, да? Предупредить вас надо Ну, следующая песня будет ненормативной Уберите детей, пожалуйста, от ваших компьютеров Что, можно мочить? Да Мочить А что? Следующую песню Уберите Вот уже последний лист осень Держится за сухи два и два Хорошо, что завтра в воскресенье Можно наебениться в дрова Сидя на заправленной кровати Вижу я в окно, как из Москвы Журавлей косяк куда-то кстати Завтра позвоню насчет травы В магазин пойду куплю картошки Луковый стиральный порошок Завтра, если брать, то только бошки Полиэтиленовый мешок Вспомнил о любимой и не только Вспомнил вместе с краю рукой Кто из вас, ребята, скажет сколько Стоят нынче девки на Тверской Стоят нынче девки на Тверской Стоят нынче девки на Тверской ГОВОРИТ ПО-ИНСЕЙМЕ裡 Акустическая сегодня программа. Акустическая версия группы Ландыши. А сколько всего человек в группе Ландыши? Здесь трое. Семь на сцене. На этой сцене трое. Меньше чем для половины хорошо. Все избранные. Кстати, почему такие песни? Какой-то дурацкий вопрос. Они такие у вас воздушные, солнечные, как будто человек... Несмотря на то, что поздний час и зима. Это мы уже спрашиваем. Не, приятно. Название у нас Ландыши. То есть, как бы определяет, в общем-то, репертуарчик. Ну, может быть, были какие-то депрессивные моменты, от чего они родились? Или, наоборот, от счастья, которое распирало? Не, на самом деле, Ландыш, как олицетворение добра и чистоты, символ. А поскольку моя пан-группа, то такие вот вещи, как чистота, целомудренность, все это такое. Вот, хочется все это, нахер, ну, как бы похерить, хотелось. Вот, а не получилось. То есть, в итоге вылились в радостную такую группу, которая способна выступать на детских утренниках, например. Значит, что-то хорошее у вас осталось все-таки, да? Ну, оно всегда было, но оно наружу как-то вылезло. И заодно в тему вопрос с сайта, из интернета. Верите ли вы, Ландыш, в чудеса? Ну, по-моему, они уже ответили, да? Че, как? Стоитур, что верит? Ну, да. Это видно. А еще товарищ Матфей спрашивает, какие замечательные у вас стихи на сайте, почему они не стали текстами песен? А там, к сайтам, ну, перед тем, как открыть, разделиться, то есть, там написано, что стихи настолько самодостаточны, что, то есть, не нуждаются в музыкальном подкладе, само по себе, то есть, законченные произведения литературные. Мы же не перепеваем, там, допустим, Маяковского, там, или, там, Льва Толстого. Некоторые перепевают. Ну, да. Нам так себе это у них получается. Полстого перепевать. Сильно. Полстого перепевать. А грустное настроение у вас случается? Рок опера «Война и мир». Ну, конечно, потому что вот эти вот веселые все песни, они, как бы, ну, в противовес тому, что... Противовес, ну, как бы... Понятный. Ну, понятно. Трудной жизни. Да, да, да. У меня сегодня целый день был, например, отвратительный, только сейчас настроение пыльнулось. А грустную песню вы нам споете сегодня? Да. А дуванчик. Хорошо. А дуванчик? А сейчас что-нибудь? Чего, спеть? Да, и стишок рассказать. Стишки? Ну, они, опять же, не детские. Уже можно. Уже можно. А, ну, такое. Сейчас. Ну, вот, например, вот, из позднего. Маяковского. Хе-хе-хе-хе. Маяковского. Прям на платформе валяется. Вот же, блядь, думаю, без культуре. Свинство. Вот как это называется. Все. Куплеты вереводов, второй и третий. Ну, это не важно. Очень актуально. Да, и главное, что я правильно сказал. Маяковского очень так. В тему. Ну, что, теперь, может быть, петь? Не, это я, на самом деле, пошутил. Можно перепевать авторов. Ну, типа, у нас самих амбиций, типа, много. Ну, это перепеть, там, что-то. Это каждый, ну, любой дурак, может. Вот. А сочини, там, текст сам. Вот. Испой его. Ради песню, музыку, да. Это не каждому дано. Да, каждому дано. Просто всем лень, на самом деле. А то, вот, я песенку сочинил, давай, Афонис, поймал песню. Мою. А ты вот собери, вот, таких вот орлов, вот, которые сейчас. Вот, моя правая рука, вот, моя левая рука. Надо сообщить, слушай. Сейчас попробую их заставить, с собой играть. Что человека-солиста окружают еще несколько человек с гитарами. Всего их трое. Окружают двое. Как их зовут? Можно узнать. Еще раз. Снова. Так. Дима добрый, Антон смрадный. А солист? Два брата. Ну-ка, представь меня, скажи. Денис. Денис. Солист Денис Афоня. Это его боевое прозвище. А я знаю один вопрос, который вам часто задают. Кем вы хотели быть в детстве? Я не помню, честно говоря. А я и не знал, кстати. Что ты живу до взрослого? Ну, я понятия не имел, чем... Когда вы 90-е годы были, я думал, что через два года буду либо на иномарке ездить, либо по тюрьме сидеть. Так, хорошо, тогда другой вопрос. Я вот знаю, что один ваш участник вашего ансамбля хотел быть детским милиционером. Лысый, что ли? Да, лысый. Андрей Близнюк. Вот, как вы относитесь к... Давай грустную песню. А двоечки? Нет. Ну что? Дус. А, грустная песня. Меданная. Встретимся в шесть возле Пушкина. Нам, Пушкин, не помеха. Встретимся в шесть возле Пушкина. С собой хочу, я грехов не буду скрывать. Хочу засадить. Устал я мечтать. Тебя наклонить. Встретимся в шесть возле Пушкина. Я до девяти Тебя буду ждать. С собой! Хочу засадить. Встретились возле Гагарина Сейчас будете смираться Одновременно ударила Мне по обоим яйца Ты можешь идти А я не пойду С тобою любви Я вред не найду Вред не найду Вред не найду Прекрасная релическая песня была Это была грустная песня? Мы чуть тут с Димой не станцевали блюз вдвоем Это песня про любовь Да, это группа Ландыша на живом радио в программе Flat Да, кстати, о Ландышах спрашивают люди, которые вас знают или не знают Как нас зовут? Слева от солиста кто сидит? Антон Смрадный, справа Дмитрий, Дима Добрый И Денис И Денис Вот когда-то была группа Ландыши сдулись Имеют ли отношение эти Ландыши отношение к этой группе? И если это они, то почему они сейчас раздулись? Да, имеют прямую Это, в общем-то, мы и есть То есть Объясню, почему Слишком длинные названия Ландыши сдулись Ландыши покороче Чем слово короче, тем оно информативнее И сильнее, что ли Могу одно слово сказать, короткое Доказательство Пьяным выговаривать удобнее Конечно Наверное, одна из основных Ну, нас называли на самом деле Все время Ландыши и Ландыши Ну, Ландыши мы сами так и говорили Потом еще при уходе одного из членов Он От него сходила просьба Менять название Ну, и ради бога, то есть что Вот так вот Вот Очень печально молодой человек Задавший этот вопрос Что вы пропали на такое время Из поля нашего зрения Ну, или мы продавали Из поля вашего зрения Хорошо, что люди вас вспоминают Уже повзрослели Родили детей И вдруг Снова К вам подключаются Еще вот один из таких Человек Спрашивает Уважаемый Ландыши Тут Ландыши пишет Ему приснилось Что он Пушкин Что он Пушкин Как трактовать сей сон Видимо, у вас есть опыт Трактования снов Да сейчас могу чуть прогнать На самом деле Можно Наверное Это Наверное Это Комплекс Какой-то Он, наверное Гоголь На самом деле Или Негр Пусть Проверится Ну что Будут ли Вопросы У ведущих Как зовут Все Существующих Выяснили Выучили уже Все Вопросы Послушаем Песню Один Электрик На стол Собрался Но не подумал Не разобрался Учился плохо Чувак Утяге Убила Тока Не знал Бедняга В проводах Большое Напряжение Он же В этом Сильно Сомневался Выбрал бы Другое Увлечение Может быть Тогда В живых Остался Один Подводник Без Акваланга Нырнул Был под воду Вообще Без шланга Через Неделю Достали Тело Был Понедельник Не в этом Дело Под водой Нет воздуха В помине Он же В этом Сильно Сомневался Если бы Играл На мандолине Может быть Тогда В живых Остался Может быть Тогда В живых Остался Может быть Тогда В живых Остался Если бы Играл На мандолине Может быть Тогда В живых Остался А в Забайкалье На стройке Пама Произрастала Марихуана А в Забайкалье На стройке Пама Произрастала марихуана, а в Забайкалье на стройке БАМа произрастала марихуана, а в Забайкалье на стройке БАМа произрастала марихуана. Неожиданное электричество. Неожиданная концовка. В связи с этой песней хочется спросить, каково отношение поющих, сочиняющих людей на такие замечательные темы? Как они относятся, скажем, к грядущему апокалипсису, к таким грустным предзнаменованиям? Боятся ли они что-то такого? Нет. Говорят, похолодание, кстати, будет скоро. Это апокалипсис, да? Глобально, глобально, я имею в виду. Говорили все про потепление, а сейчас говорят, похолодание будет. Ну вот это печально, на самом деле. Лучше потепление, да? Ну, я думал, если апокалипсис и какой-то глобальный капец, то прям так, и все. И нет времени уже, будет подумать, да? Не будет времени. Вообще, очень странно, потому что, когда было тепло, говорили про потепление. Сейчас вдруг стало холодно, стали говорить про похолодание. Сами не знают, на самом деле, что говорят, поэтому ничего расстраиваться. Нет, постоянно. Вот всяких дятлов, которые предсказывают что-то в ближайшем будущем. Они же всегда есть. А людям нравится это обсуждать почему-то. Конечно. Всем страшно. Ну, все они как бы верят, на самом деле, что ничего этого не произойдет. Они как страшное кино это просто смотрят. Это не тает обстановку. Щекотит нервы. Да, да, нервы себе пощекотатят. Без адреналина скучно людям. Ну, слушая ваши песни, создается такое хорошее настроение, спокойно. Видно, что вам не скучно. И ни о чем не хочется думать, кроме как о девушках, там, цветах и ландышах. Вот заодно спрашивают, кого из нынешних уважают ландыши, кроме Каберне-Денёв и ЦСО какое-то. ЦСО. А, Четануга. ЧЕСО, наверное. Так, тут пишут просто не по-русски, поэтому я... Ну, на самом деле, мы ни ЧЕСО, ни Каберне не уважаем совершенно. А вот Жозефина... Ну, потому что у нас состав, то есть, процентов на 80, это вот эти группы. Как мы можем сами себя уважать, в общем-то. А кроме них есть какие-то и гип-поп? Конечно, есть. Это мы поняли. Ну, не, а тут здесь, на самом деле... Про наших вопрос было. Про наших? Ну, ничего. Мне, например, очень нравится группа... А, это самое. ЧЕ МЕЕ НРАВИТСЯ-ТО? Господи. Скажите пока, ЧЕ Вам НРАВИТСЯ, ДОРОГИЕ ГИТАРИСТЫ, А Я ВСПОМНЮ. Как же мне нравится Sonic Youth? Ну, из наших тебя спросили там, Вайку... Sonic Youth нравится бас-гитаристу. А Жозефина спрашивает, зашла такая Жозефина в наш специальный чат. Кстати, кто подключился и не знает, что чат, нажмите там где-то чат. Вот. Значит, она спрашивает личный вопрос Афону. Скажите, Вы мужчина свободный или Ваше сердце уже занято? А, я вспомнил, что мне нравится. Мне нравятся Лаверский, мне нравятся Ном, в общем-то, Пётр Мамонов. Вот кто-то мне нравится. Вернее, таковое я люблю. А из молодых мне нравятся... Мне нравятся Драгли и Кэтс. Там... Что, кто ещё? В общем, сердце уже занято. Много панки всячески молодые. То есть уже и не очень даже молодые. Группа Ули, например. Группа... Ну, панк-сцена от смеха, там... Чё там ещё? Ну, всякие... Группы, названия которых мало чего, наверное, скажут. Ну, что ж. Ну, есть. Просто не буду никого перечислять. Вообще, зря начал перечислять, потому что кого-то обязательно забуду. И кого-то тем самым обижу. Ну, а насчёт сердца? Или это вопрос такой? Не для кухни? Ну, чё там было про сердце-то? Не свободно ли оно у вас? У всех троих? Да нет, ну, как... Свободно. Почему бы нет? Место найдём, сердце-то мы. Хорошо. Ну, что-нибудь сердечное исполним. Может быть. Да, это бессердечное пели. Да, у них всё такое сердечное, что-то чё-то. Пей эти песни. Да, сердечное. Поехали. Пей эти песни нужно забыть, что-то нет. Поехали. 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 Когда космический мужик В ночную в порточку ворвется И лучезарно улыбнется Скорее поднимайте крик Он света синего весьма А вместо рук имеют ноги Колючий взгляд и лоб пологий А есть таки комбикорма Космический мужик, кто ты? Ангел или бес? Космический мужик, кто ты? Зачем сюда залез? Он ищет правды на земле В ночные ворточки врываясь И лучезарно улыбаясь Вмиг растворяется во мгле Космический мужик, кто ты? Ангел или бес? Космический мужик, кто ты? Зачем сюда залез? Космический мужик, кто ты? Сердешное Слушайте, я предлагаю вам спарить эту песню Спилбергу, когда он будет продолжение снимать, идти Ему, мне кажется, он не сможет отказаться Какого фильма? Ну, у него в фильме есть такой инопланетянин Он, правда, очень старый, но наверняка он захочет снять что-нибудь продолжение Как песню послушает? Да, надо ему действительно послать просто по почте ссылку какую-то Ну, прямо вот такого, понимаете, как мы его сейчас сыграли Обязательно перешлём ему А у вас есть песни на другом языке? Кроме русского Вспомнить? Нет У нас вот недавно была очень интересная группа Ламп Алладина На таком интересном языке, сефардийском песни поют Сефардийском? Сефардийском, да Древнееврейский Древнееврейский Испанский язык Да, так и называется Алладина У вас никогда не рождается какого-нибудь такого прогона на зарубежных языках? Ещё неизвестных А чё-то, поскольку петь тексты я сочиняю, а английским языком я абсолютно не владею И вообще никакими языками я не владею, кроме русского А русским владею очень хорошо Хорошо А домашние животные? Рыбы Окей Ну что, что-нибудь... Вам домой не пора ещё? Нет, нет, не пора ещё, рано Ещё 10 минут Ещё чай надо попить Чё, про Штирлиц тогда споём песню? А про Рыб потом? Про реки можем потом спеть Про Рыб нет Штандартпульфюрер СС Пытали пятку и били в пресс Он не сказал им ничего Вы парни знаете его Он шансы в пыль не оставлял И метанично истреблял Казалось, всё это конец Штандартпульфюрер молодец О, я-я, натюрлих Били пяткой в пресс О, я-я, натюрлих Он ведь член КПСС Под текстом новый стиль играл Родился мальчик целых восемь килограмм Приятно, Штирлиц удивлён Жену шесть лет не видел он Бутылка шнапса в кабуре В душе весна, хотя и осень на дворе Сегодня в рейхе выходной Штандартпульфюрер никакой О, я-я, натюрлих Кончилась война О, я-я, натюрлих Надевает ордена Субтитры создавал DimaTorzok А вот, говорите, не знаете зарубежных языков Ну, кстати, да, вот мы же вспомнили Как тогда с этим получилось Как его с дьяволом забыл уже Немецкий Как длинный у вас передача А вот тут упорно один человек спрашивает вас Как удалось выпустить альбом на CD-лэнде Или не удалось? Ну, альбом Дырочки вышел на CD-лэнде, да А чё там? Удалось Ну, всё, значит, в порядке Тогда про Олимпиаду, пожалуйста Не понял Какое ваше к ней отношение? Почему вы её не смотрите? Почему вы мне не участвовали? А, расскажу Потому что Когда летняя Олимпиада была? Прошлым Позапрошлым летом Мы с товарищем Активно собирали крышки от золотой бочки Потому что потом за эти крышки Там, ну, особая система начисления Должны были давать DVD-плееры Не то, что они им были очень нужны Но как бы вошли в азарт И мы насобирали с ним крышек Нам должны были дать 4 DVD-плеера Где-то мы целые лет И пили только золотую бочку И самое обидное Что мы к ней уже привыкли Мы её уже полюбили А когда мы пришли получать DVD-плеер Нам сказали Типа Зайдите вон той тётке Запишитесь у неё в очередь Она вам скажет Когда прийти за бумажкой По которой вы можете пойти Нахватить какой-то ещё талон Заполнив анкету И тогда вам, возможно, дадут этот DVD-плеер Ну, так вот То есть его ещё выиграть надо было? С тех пор никаких Олимпиад Да шутка Хоккейчик смотрим, почему Вчера, например, славно С духовыми Почему нет духовых? Просто мы вчера славно с ними Посмотрели хоккейчик Вот Ну, в общем, так засиделись То есть они сегодня плохо себя чувствуют А на чём вы поедете домой? Спрашивает Иванок На Антоне Антон, он с балогитарой сидит Он за рулём Он не смотрел хоккей? Смотрел хоккей? А что это такое? А я тоже собирал крышечки от йогуртов Хотел выиграть лёгкий голод Всё Что такое лёгкий голод? Такая мягкая игрушка По телевизору идёт фигурное катание Как вы к нему относитесь, кстати? Очень опасно Про ваши видеоклипы А, стоп, стоп Про Олимпиаду Видел вчера отличное соревнование Два мужика на санках И делают вот такое вот движение Вот такое вот Показывается? И едут потом вот так вот Один причём лежит сверху на этом мужике По-моему, очень опасный вид спорта И они в таких воскакивающих костюмах Каскадёры, да, чистой воды просто Солист показывал поступательные движения Мы так понимаем, что вот это вот Это вот было то, что оценивается судьями Вот это вот А дальше они уже просто едут как бы В общем, требуйте видео-версию концерта Там будет это Можно даже вставить фрагменты Вы сможете научиться танцевать твист потом После этой передачи Когда посмотрите движения солиста Дениса А вот опять же человек волнуется Хорошо ли разойдётся ваш альбом Когда вокруг одни звери? Не понял сейчас Имеется в виду адовая группа вот эта вот Которая вот отовсюду Да, видимо, да С большой буквы звери Нет, альбом не разойдётся Это я вам точно могу сказать Вот Потому что Сейчас С пиратом совсем Мы больше просто не будем его пускать и всё Мы выложим на сайт И через На следующий день он будет уже Весь интернет будет этим альбомом завален Поэтому не вижу смысла просто тратиться на этот тираж Сделаем подарочные изделия Подарим вот Вам вот Всем, кто сегодня вопросы задал Спасибо А кто изъявит? Ну пусть пишет вам на сайт, да? Да Хорошо Это мой А вдруг у кого нет интернета Где-то человек в другом городе В деревне Как к нему дойдёт? А тот не достоин вообще Существования Пусть погибнет Ну вот Жозефина Волнуется Что Да свободное Свободное сердце Ну в общем Она завтра придёт на концерт И будет строить глазки Ну и как мне Из тысячи глаз Её динтипицировать Ну пусть она изобразит Свободное сердце подскажет Какое-нибудь движение Например И вы узнаете её Давайте договоримся Ну пусть она позвонит нам По окончании эфира И скажет Об этом движении Кодовое слово Какое-нибудь Хорошо Придумайте кодовое слово Ну я сейчас его как-то должен сказать Чтобы никто кроме неё Не догадался Да-да-да Остальные выключат Компьютеры А давайте вы после эфира Скажете Ну да Пусть оставит свой телефон И желательно Пришлёт Пусть пришлёт Просто свои Внешне Внешность Свою пришлёт Ну так неинтересно Давайте Вы скажете Скажем Одеть красную шапочку Может у вас Саженская половина концерта Задушнего слушателей Слушается То есть они все придут В красных шапочках Так нельзя Ага Вдруг она Может какой-то Специальный там ящик Просто может быть Как-то завести Какой-то секретный Да и то Как его тоже объявишь Вообще-то по-моему Проблема вот этой девушки На самом деле Как вот Почему я должен На эту тему париться Я устал Я же звезда Все песни Поются о том Что Человек Ищет контакта А вы Не находит И вы как будто Такой ленивый человек Уже ничего не надо Сейчас предстаете Ну конечно Он же намного старше гитаристов А что он меня вычит Все время Не знаешь Что ты ему вычишь Я вас втроем вижу Извините Почти В которых он стоит На полу А кто Денис Тут Афон же Денис В середине Я понял Ну что Еще песенку И И надо закругляться Или еще поиграем Посмотрим 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 Ну давай Я не нужна Она нахуй Пускай пока У тебя полежит Я конечно Мог тебя пригласить В дискотеку Или кино Шоколадку Мог хотя бы Купить Но вспомни, какой на мой день рождения ты мне подарила говно Я подарил тебе новую крышечку от аппарата зенит Мне не нужна она нахуй, пускай, пока у тебя полежит Я подарил тебе новую крышечку от аппарата зенит Мне не нужна она нахуй, пускай, пока у тебя полежит Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В запасе. Есть, конечно. Отлично. Как минимум 10. Мы можем мочить до утра. Ещё можно, да? А кто потом их повезёт? Ну, сейчас песенку споём и кладут туда. Споют музыканты наши. Виноват. Ещё товарищ про диск почему-то очень настойчиво спрашивает, как вы смогли на этом Сиди Лэнде выпуститься? Ну, видимо, это очень сложно. Да ничего сложного. Да вы выложите потом просто подробную инструкцию на наш сайт, мы её опубликуем, и все смогут. Если вам не жалко. Да какая инструкция? Пришли, отдали диск. Вот. Попросили всех знакомых, которые там работают, чтобы поучаствовали в этом. Вот. Всё. Чё там? Ну, пусть, да, принесёт мне диск. Какое-то знакомство. Принесёт диск, тысячу долларов, и всё, я ему устрою. Ага. Ну, то есть тут какая-то коррупция, да? Зачем это надо вообще ему вот только вот? Ну, ладно, это уже отдельная тема. Мне было это надо зачем, а дурак был. То есть больше не планируют вашу группу выпускать какие-то релизы? Диски? Ну, по-моему, я уже об этом сказал. То есть альбом будет выходить, но не будет именно каких-то переговоров. Если кто-то захочет это купить там у нас, то, пожалуйста. Я имею в виду выпускающего этот самый лейбл какой-нибудь. Ну, особо заморачиваться не будем. Выложим в интернеты всё. Качайте, слушайте, на здоровье. А люди, у которых нет интернета? Всё было сказано. Хорошо, они... Они, кстати, не могут слушать наше радио сейчас, так что... Не наше радио, а живое радио. Радио наше, но не наше. Ну что, есть ли у вас какие-нибудь пожелания? Судя по тому, что таких людей, у которых нет интернета, судя по купленным дискам, нашим, наших, нашим дискам, их очень мало. Гораздо меньше тех тем, у кого есть интернет. Гораздо меньше. Их же надо познакомить. Вы ездите по городам, по селам. Ездим, ходим по селам. Особенно. Ну, там поёте свои песни, раздаёте диски. Это же нужно делать. Нет, вот сказал, то есть мы... Нет, мы приезжаем и всё, съедаем там всё у всех в холодильниках и уезжаем. Конечно, мы там поём песни, конечно, мы раздаём там диски. А куда вы максимально доезжали? О, в Красноярск. Ого. За Полярным кругом. А южно, южные места? Южно, Самару мы ездили. На Север мы в Питер ездили. На Запад мы не ездили, по-моему, ещё. А кто такая, Люся или Люси? Тут спрашивают очень активно. Это песня Родиона Газманова. «Пропал собака». А что он спрашивает? Вы её из... Люси в студию. А-а. Люси, давай. Кстати, да, чего? Давай. Давай. Пропала собака, Живущая в нашем дворе, Она отзывалась На кличку Люси Деварин. Ей каждый готов был свой завтрак отдать, А я ей котлеты носил. Люси. О-о-о-о-о, Люси. Люси. О-о-о-о, Люси. Висят объявления, найдите собаку скорей Ненормативная лексика там должна быть Быть может она на дороге лежит, а я ей котлеты носил, Люсиль Родители плачут, пропал аппетит у детей Висят объявления, вспомнил, найдите собаку скорей Быть может она на дороге лежит, попав под колеса такси, Люсиль О-о-о, Люсиль, о-о-о, Люсиль Прошел целый месяц А тыщет ее все равно, вдруг что-то случилось И все посмотрели в окно, Люсиль там шагала и восемь щенков А я ей котлеты носил, Люсиль О-о-о, Люсиль О-о-о, Люсиль Кота, Люсиль О-о-о, это очень щедро Все три или четыре куплета носить котлеты Эта песня посвящена какой-то девушке Догадался, ведущий Вот Джозефина пишет, что Афон, я завтра подбегу к тебе, брошусь на шею и так далее И поцелую Отлично Все договорились И завтра рванут Ну что, дорогие радиослушатели, что еще ты хочешь? Ага, говорю Ага Дорогие радиослушатели, наша, наверное, сегодняшняя программа подходит к концу Не обижайтесь Да, мы еще выйдем А есть ли какие-нибудь уландыши пожелания к нашим слушателям? Да, я желаю завтра, чтобы у всех все срослось и чтобы мы с вами со всеми увиделись завтра вечером И все будут счастливы Начало примерно 22 часа 30 минут Ого Это же как потом разбредаться по домам? Зачем? На такси? Зачем разбредаться? Будем продолжать банкет Здорово, значит клуб Вудсток, Москва Да Покровский бульвар, дом 3 Ага Ну что же, до свидания Ну и поздравляю всех с наступающим 23-м, так сказать Восьмой марта Восьмой марта Первым мая еще С Новым годом Ну что же, очень приятно познакомиться Спасибо Спасибо Пока Пока Продолжение следует... 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 Как он добрался сегодня до дома? До дома я ещё сегодня не добрался. Ага, окей. Ты же на кухне сидишь. Домашний концерт, домашние разговоры, все немного тормозят. Я добрался через кольцо. Ага, пластилин кольца. Все немного тормозят, первый эфир. Спасибо, что вы ещё не отключились. Если вы ещё не отключились. Задавайте свои вопросы на чат, мы будем их озвучивать. Здесь есть вопросы, но они непонятные. Например, не боятся ли... А вот, панки, мази не боятся. Правда ли это? Странный какой-то вопрос. Только панкам понятны. Если вазелиновые, мази боятся. Вазелин, что ли? Не знаю. Ещё спрашивают про скинхедов что-то. Почему скинхеды ходят на ландышей? И имеют ли цифры 1488 отношения к группе? Вот я знаю, откуда ветер дует. Нет, не имеет. Скинхеды, если ходят, то ничем своих пристрастий не выражают, своих идей на наших концертах. И никому не мешают. А ещё вас спрашивают про лифт. Расскажите про лифт и про месячный. А, это стих. Пожалуйста. Вот, мы забыли, что можно за стихи читать. На пролёте лестничном, в выделении месячное, в лифте же насрата. Так нельзя, ребята. Коротенький такой. Здорово. Боятся ли ландыши опасности, спрашивает человек. Ну, конечно же. Конечно. Конечно. Конечно, все боятся опасности. Самбо, самбо. Движение безопасности. Такое вот. Ой, самооборона безопасности. Что-то я несу сейчас, подождите. Дизо, короче, ясно. Что у группы ландыши хотелось бы узнать? Так это какие-то продвижения в эфире других телевизионных передач у вас намечаются? Я вот слышал... Встретимся в воскресенье в программе «Человек-неделя». В 7 часов, как обычно, на Первом канале. Нет, конечно. Пусть этот человек, задавший вопрос, пусть посмотрит телевизор сначала, если он давно его не смотрел, и представит в какой-нибудь из передач. Например, этот самый, где Макаревич там готовит что-то, вот, смак. Почему бы вам не изготовить? Ну, кстати, у нас тоже скоро будет такая же передача, мы вас обязательно пригласим. Вот. Кстати, да, у меня демозапись есть, на самом деле. Тот же самый Андрей, между прочим, у него есть прекрасная пельменница или какая-то такая штука. Мантушница. Мантушница. И он очень хотел сделать передачу. Мандулина. С изготовлением этих штуков. А что кушают ландыши? Хочется узнать. Ну, Путин, например, у нас... Путин, это у нас не пугаться барабанщик, это так зовут прозвище просто. Он кушает йогурты. У него желудок больной. Вот, Дима кушает Что за вопрос какой-то дебильный, по-моему Я сегодня, кстати, голодаю сегодня Сегодня все дебильное Сегодня только кефирчик Ну, мы же будем делать кулинарную передачу В основном макаронные изделия, Дим У нас маркетинговое исследование происходит Чем кормить следующих звезд, посетивших нас? Ну, давайте тогда споем о чем-нибудь А идея есть у вас в песне? Да Но она была Поэтому мы споем про лыжи Про сноуборд С горы понесся, крикнул мужественно А у сережки не бывает Ни с кем не бывает Башка обвязана, кровь на рукаве Мозгов и грамма нету в этой голове А не любить и сноубордистов Без мозгов любить и тех не настоящих Мужиков А снег кружится и летает Ложится и тает А у сережки не бывает Ни с кем не бывает А снег кружится и летает Ложится и тает А у сережки не бывает Ни с кем не бывает Сережки стукнуло сегодня Двадцать лет Сережка есть А у сережки как бы не Доска цела, но он как резанный орал Что вы подумали А у дерева сломал А снег кружится и летает Ложится и тает А у сережки не бывает Ни с кем не бывает А снег кружится и летает Ложится, ложится, ложится Ложится, ложится И тает Я не удержался и взял Просто за Маракасин и сходил Чтобы такое прекрасное Постучать А тогда после такой песни Хочется узнать Извините, что вся чего-то хочется Как у сережки Вот, значит Какие ваши любимые певицы? Певцы, то есть Ну, мне напомнило Идеи другие Ну, и гип-поп у меня любимый певец А что, напомнило? А вот эту песню напомнило наоборот Забыл, как Да, это песня просто такая Ну, я знаю, кого-нибудь Кого-нибудь из советских, да? Да-да-да Ну, понятно Ну, их много-много Это же влияло на созревание? Конечно Дело в том, что Когда мы были маленькие А вот их еще вообще не было Когда я был маленький А их не было еще Показывает на гитаристов Эти песни были очень популярны Вот А поскольку Не то, что они мне тогда нравились А они, ну, были Поэтому я их впитывал Как бы в себя эти песни А сейчас вот Пропустив через свою Ну, натуру Изрыгаю обратно Вот такие вот песни Вот Но, по-моему, это логично Это правильнее, чем Не то, что правильнее А логичнее Когда вот человек Который родился в этой стране Он поет Песни, корни У которых уходит советскую эстраду А не в американский рок-н-ролл Хотя, если он в детстве, конечно Постоянно слушал американский рок-н-ролл Есть люди счастливые Которых родители, например Заставляли слушать там Битлз там какой-нибудь А я слушал Пугачеву Там, Магомаев То есть все Все естественно Главное, что после переработки Хуже не становится Только приобретает колорит Ну, спасибо Но это не только обработка Это новая песня? Ну да Не, ну я имею в виду После внутреннего этого А, переваривания Да Переваривания Пересчитывания Рендеринга внутреннего такого Что, ну Помнил Эдита Пьеха Анна Герман Недавно Я рассмотрел вчера Батильзера Анны Герман Ну, мне одна песня Только нравится Один разгон Сады цветут Я когда-то напьюсь Ее все время пою Так может Это исполним сейчас Или градуса не хватает Авторский не потреб Не, я думаю Она не слушает Сегодня эту передачу Я платье сшила белое Когда цвети сады Когда однажды вечером В любви признался ты Красивая и смелая Хорошая Не надо подыгрывать Дорогу перешла Черешней скороспелую Любовь ее Ну, в общем, вот так вот Да Берем протацию обязательно Это все Ну, а как же Там дальше припев Там наверх А я после песни Не справился С теми нотами Поэтому потом Градуса не хватает Да Как, кстати, у вас В команде обстоит Дело с нотами То есть Вы записываете Как-то свои песни На нотные Листочки какие-то А у нас Два-три аккорда В песнях-то Чего? На мелодические линии Нет, ничего Нет, нет Попад здесь практически нет Дудки что-то ковыряются А у нас Все понятно На самом деле Нет, все нотную грамоту знают То есть Как бы изъясняются Вот, но Пользуются я редко Да, Антон? Да Ну, все равно молодцы Что знают А вы поете песни Своим родителям И бабушкам И сестрам Ну, у меня Папа с мамой Да Не то, что я пою А они слушают Радуются На концерты ходит Мама Папа чуть Нихуй не приходит Ко мне мама Тоже однажды Пришла на концерт И ее уронили В Сугрок И она больше не пошла Это рассказывает Ведущий Тоже Панк Рок Да Концерт был Действительно Она пыталась войти Что-ли Ее уронили В Сугрок Хорошо Ну, что же Есть ли Песня на тему? А какая тема У нас? Все, тема Тема Сугроба Про еду Вла Про лыжи Вот Сугроб Тоже только что было Мы что-то с темами Запаздываем с тобой Надо там Давайте мы вам С вами про электричество Конечно Прекрасно Без его помощи Не было бы Сегодняшнего концерта На живом радио Акустического Все равно без электричества Никуда